Всем привет, дорогие друзья! Буквально только что вышла неожиданная новость. FIFA приняла решение серьезно реорганизовать систему арендных соглашений в профессиональном футболе. Что же это будет значить для конкретно украинского футбола, конкретно для УПЛС? Сейчас мы это все обсудим и пытаемся понять, в чем суть этих новых правил аренд, кого можно брать, в каком количестве и когда эти правила вступят в силу. Сейчас мы разберемся в данном видосе. Перед началом обязательно поставьте лайк и подпишитесь, ребята, на канал, чтобы ничего не пропускать. Ну и также по окончанию данного видео напишите свое мнение по этим правилам, новым правилам FIFA, которые скоро уже будут вступать в силу. Поэтому пишите свое мнение, интересно будет почитать, особенно с точки зрения чемпионата Украины. Давайте перейдем к самой сути вообще новых правил. Они начнут действовать, ребята, с июня 2022 года. С июня 2022 года уже будут действовать эти правила. Давайте перейдем к ним. Что предполагают они за собой? Теперь максимальный срок аренды, ребята, будет составлять один год, минимальный полгода. То есть нельзя будет брать там на два года в аренду, да, как раньше это можно было субаренды. В третий клуб тоже будут вообще запрещены, поэтому такого делать будет нельзя. Опять-таки с июня, с нового сезона 2022-2023 эти правила будут вступать в силу. Согласно новым правилам клубы не смогут отдавать или брать в аренду более трех игроков из одного клуба. Вот что интересно, да. И с 2022 года количество игроков, которых можно отдать или взять в аренду за сезон, будет уменьшено до 8. С 2023 ограничение остановится на отметке в 7 игроков, а с 2024 количество арендованных за сезон будет уменьшено до 6. То есть постепенно будут уменьшать эти все моменты. То есть понятно, ребята, для кого это будет большой удар. Это большой удар в первую очередь для шахтера на данный момент. Хотя мы об этом поговорим, это все равно условно. Но в любом случае футболисты, понимаете, с этим правилом некоторые игроки все-таки развязывают себе руки. И у них будет больше вариантов. Потому что стоит отметить, что эти правила не будут распространяться на игроков младше 21 года. То есть до 21 года можно отдавать игроков хоть пачками. В любом случае в украинском футболе ни хера не меняется. В принципе. Потому что шахтер в основном отдает в Марик, в Мариуполе игроков каких? Молодых. 19 лет. 17, 18, 20, 21. Но дальше уже действует правило. Действует правило, которое, ну, как бы в любом случае как-то поменять наш футбол. То есть, условно говоря, уже не будет. Я надеюсь, там 15 человек в Мариуполе. Хотя это спокойно можно сделать. Опять-таки добавить туда игроков 18, 19, 20-летних. И все будет окей. 15 человек набрали. Но как система, как в принципе вызов для украинского футбола. Это правило довольно неплохое. И вообще УПЛ должны были на этом, на своем региональном уровне еще года 3, а то и 4 назад давно это сделать. Но мы-то не можем. Мы боимся такие правила вводить, да, в украинский футбол. Поэтому FIFA берется все соглашения в мировом футболе арендные и вводит такие правила. И, конечно, то, что до 21 года правило не распространяется. Ну, понятно почему. Потому что, ну, а куда девать молодых, да? То есть не все будут играть в одном клубе. В любом случае, если бы правило работало на всех игроков даже до 21 года, то это бы убило, наверное, множество молодых игроков и игровую практику этим игрокам. Но это дает возможность таким игрокам... Ну, давайте наведем вот такой пример приведем, да, игроков из Шахтера. Топалов и Горбунов с Мариуполя, да? Им уже больше, по-моему, 21. И поэтому они попадают под это правило. И, в принципе, если бы его не было, Шахтер мог бы каждый год отдавать их вот так вот, вот так вот в аренду. И, скорее всего, так и будет. Но все равно количество уменьшается, да? Есть шанс, допустим, не пойти в Мариуполь, а пойти в какую-то другую команду, да? Или вообще... То есть это увеличивает шанс на трансфер, а не просто на аренду для наших игроков. Также дает лимит на количество арендных между конкретными клубами. Вот что интересно, да? И в одном конкретном сезоне клуб может иметь не больше троих игроков, которые отдали в аренду одному клубу. И такое самое количество игроков, взятых себе из одного клуба в аренду. То есть можно максимум из одного три игрока, ну, после 21 года. То есть это классно. Это классно, потому что, опять-таки, Мариуполь подпадает под это количество. В любом случае, да, там будут молодые игроки. Тот же Черноморец, да, если взять. Но там сейчас меняется вся система. Я надеюсь, Черноморец уже будет адекватной командой. Но это удар по Мариуполю. Большой удар. Потому что, ну, эта команда в любом случае, да, брали молодых. Но сейчас они не смогут уже, скажем так, комплектовать состав более опытными игроками Шахтера. Да, ну и не только Мариуполь, а и другие команды, которые хотят там брать игроков Шахтера. Это хорошее правило. Я считаю, что это пойдет в плюс украинскому футболу. Еще интересный момент. То, что это ограничение не относится к воспитанникам клуба. Это тоже очень интересно, потому что, ну, воспитанников клуба, даже у того Шахтера и Динамо очень много воспитанников этих, да. И, условно говоря, тебе может 30 лет быть, но ты воспитанник этого клуба, и на тебя-то хрень не распространяется. Поэтому здесь тоже очень тонкая грань. Посмотрим, как это будет работать на деле. И также FIFA отмечает, что отдельные национальным ассоциациям будут давать 3 года на то, чтобы ввести новые правила в дело. Непонятно пока, каким ассоциациям написано отдельным, но пока не написали каким. Надеюсь, что это не Украина. Надеюсь, что мы уже сразу, с 22 года, у нас в чемпионате вступит такое правило. Я на это очень надеюсь, потому что, ну, не хотелось бы ждать еще 3 года. Понимаете, оттягивать вот эти все моменты. Надеемся, что будем соблюдать. В любом случае, я не вижу здесь каких-то больших изменений в этом правиле. Да, оно есть. Да, оно немножко все-таки хоть как-то обезопасит. В частности, украинский футбол от фарм-клубов. Это факт. Но в любом случае, вот такое оно. Между прочим, да, вроде как правило есть, но его можно обойти за счет молодых игроков. Но тут я согласен. Молодых нужно развивать, отдавать в аренду, но не больше. Там, ну, небольшое же количество. Даже нужно было на молодых тоже давать какие-то ограничения в плане в один клуб. Сколько можно будет отдавать. Потому что, ну, опять-таки, Шахтер в основном отдает Мариуполь молодых игроков. Что касаемо мирового футбола. Ну, я думаю, для мирового футбола это не проблема. Для нас это всегда было проблемой. Аренды, аренды. Все говорили, а вот почему они не играют. Вот еще бы ввели правило, чтобы можно было играть обязательно этим игрокам. Но это уже другой вопрос, да. Это уже, наверное, вопрос к УАФ нашему. Это уже вопрос к ФФУ. Или кто там разбирается, да, в нашем украинском футболе. Но тот факт, что хоть какое-то движение в плане аренд, касающийся украинского футбола, идет. Это хорошо. И, конечно, эта проблема сейчас будет для Шахтера, для Динамо. Нужно будет искать другие клубы. Хотя, я думаю, что игроки те же и молодые. И уже за 21, да, этими игроками, там, Шахтера и Динамо будут интересоваться и другие клубы. Не только там Черноморец, Мариуполь, условные фармклубы, да. Ну, вот так вот вкратце мы посмотрели, что это за новые правила. И будем уже дальше следить за ситуацией. В минусе, конечно, из-за этого правила остается только Динамо и Шахтер. Но, я думаю, они будут искать другие клубы для того, чтобы сдавать в аренду своих футболистов. Этих футболистов у Динамо и Шахтера очень много, да. Молодых, перспективных. Играет только-то там 18, по факту, да, в Шахтере и Динамо там 18 попадают. А игроков-то у них очень-очень много довольно качественных. Поэтому, я думаю, что для украинского футбола немножко что-то поменяется. Но, все-таки, это не то, что мы хотели бы по максимуму. Хотелось бы, все-таки, чтобы эти игроки, даже которые играют в аренде, играли и не ставили, скажем так, какие-то суммы, чтобы этот игрок, допустим, сыграл против своего клуба. Нужно там заплатить условных 200 тысяч. Понятно, никто платить бабки не будет. Вот. И поэтому я считаю, что нужно было еще вводить правила на счет того, чтобы разрешать обязательно играть своим игрокам против самих себя. Ну, не знаю, ребят. Пишите свое мнение по данной новости, по данному правилу. Не знаю, как даже реагировать на это правило от FIFA по арендам. Посмотрим, опять-таки, как оно будет работать в дальнейшем. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, следим за ситуацией. Ну, и всем до новых встреч.